Всем привет! Меня зовут Ава Мелисса, а это мой бенгальский кот по имени Эвил. В этом видео я буду обозревать бенгальскую породу и расскажу вам о плюсах и минусах их представителей. Давайте начнем с плюсов и я расскажу вам о достоинствах породы. Первое. Она социальна. У вас не возникнет проблем с тем, чтобы подружиться с бенгалом. Причем эти кошки найдут общий язык как со взрослыми, так и с детьми, а еще с другими животными. Но только в том случае, если другие животные сами примут бенгальского кота. Здесь мне очень хочется добавить, что наша кошка ни с кем не сдружилась. Единственное создание, с которым он более-менее поладил, это огромная овчатка. И это исключительно потому, что остальные животные не захотели принимать кота как нового жильца, хотя с его стороны исходит только желание дружить. Для бенгалов очень важно демонстрировать свою любовь и привязанность, поэтому за Ваня они следовать будут буквально по пятам. Второй плюс породы. Она умная. Они прекрасно понимают, как себя вести, как открывать дверь, что делать в автомобиле. И даже если вам понадобится уехать и оставить вашу кошку кому-то другому, она легко адаптируется и не доставит хлопот новым владельцам. Ну, разве что первые пары часов. Третий плюс. Она неприхотлива в уходе. Бенгалы не пахнут, не линяют и практически не оставляют волос. Единственное, что вы можете сделать полезно для вашего животного в плане ухода, это периодические стричи и когти и использовать антицарапки. В следующем видео я расскажу вам более подробно о том, что такое антицарапки и как сделать кошачий маникюр. Четвертый плюс. А она привлекательна. Выложите ли фоточку в инстаграм, покажете ли ли ваше животное знакомым, или просто пройдете с этой кошкой по улице, реакция у всех будет одна. Вау, какая кошка. Ошибочно считают те, кто полагает, что бенгалы бывают только одного окраса. Классический бенгал зачастую представляется как маленькая копия леопарда и с узором шкуры розетка на золоте. Это как у моего кота. Но на самом деле вариантов окраса куда больше. А теперь перейдем к недостаткам породы. Они, к сожалению, тоже есть. Первая. Она весьма дорогая. Цена на бенгальскую кошку самого низкого пет-класса стартует от 15 тысяч рублей. А сейчас в связи с курсом можете эту цену умножать сразу на два. В плане окраса эти котята далеки от стандарта породы, поэтому они покупаются без цели дальнейшего разведения. Коты для разведения или для выставок стоят дороже. Уже от 8-10 тысяч рублей. Важно понимать, что бенгальская кошка не может стоить дешево. При условии, что с ней все хорошо и это на самом деле бенгал. Нередки, к сожалению, случаи, когда человек в поисках собственной финансовой выгоды покупал за дешево кошку, которая похожа на бенгал, но бенгалом не является. И хорошо, если это животное не крашеное, и шкура у него, и здоровье в порядке. Додумались красить обычных белых котов в леопардовый окрас. Я не знаю, что это за технологии, но такие случаи нередки. Я молчу, да, о том, что животное страдает? Второе. Она неаккуратная. Под неаккуратностью я понимаю излишнее любопытство. Если что-то где-то криво лежит или стоит, будьте уверены, кот туда доберется. Готовьтесь собирать все свои вещи, если боитесь их потерять или сломать. Убираться теперь придется перманентно. Оставить чашку на столе на ночь и надеяться, что она доживет до утра, крайне сомнительная затея. Третье. Она редкая. Хоть я и не уверена, что это недостаток в вопросе общественного внимания, но в вопросе обслуживания это действительно проблема. В некоторых городах может возникнуть проблема с ветеринарами. Даже не во всех клиниках столицы понимают и знают породу. У меня была история, когда я принесла моего бенгальского котенка, и ветеринар, казалось бы, частный, элитный ветк клиники, определил его как сервала. Четвертое. Дорогая в кормлении. Для кормления нужна небюджетная кошачья еда. А также выдержка. Не давать животному что-то другое. Даже под предлогом. А разнообразим-ка ему рацион. Слабая точка бенгалов – это их желудок. Поэтому кормить эту кошку и поить ее надо внимательно. И готовьтесь к тому, что даже самый дорогой кошачий корм может вашему бенгалу сразу не подойти. Придется долго экспериментировать. Подводя итоги, давайте объединимся плюсы и минусы вместе. Плюсы котов бенгальской породы. В итоге получается дорогое как в содержании, так и в приобретении животное с довольно активным характером. Но при этом очень дружелюбное, красивое и понятливое существо. Которое, благодаря своему уму и неприхотливости в уходе, не будет отнимать вас много времени на поддержание, так сказать, товарного вида. Купила бы я бенгалу, зная на собственной шкуре все прелести совместного проживания? Определенно да. Ставьте свои лайки, лоисы, пальцы вверх, классики. Что за слово такое лол? Подписывайтесь на мой канал и задавайте в комментариях вопросы. До новых встреч!